МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От удара больший груз перевернулся. Фото с места аварии вы сейчас видите на своих экранах. Обошлось без жертв. Несерьезные травмы получила водитель иномарки и ее пассажир. Причины произошедшего устанавливаются. Еще одна авария произошла в этот же день, но поздно вечером. На автодороге Саранск-Рамоданово столкнулись два отечественных автомобиля. Фото и видео с места аварии появились в социальной сети. В комментариях очевидцы пишут, что лоб в лоб столкнулись Лада Приора и ВАЗ-12 модели. Приора вылетела с проезжей части и загорелась. По предварительным данным, один из водителей от полученных травм скончался на месте. Другой был доставлен в больницу. Подробности выясняются. Восемь лет в колонии строгого режима проведет 57-летний мужчина. Такой приговор вынесут. Мужчину признали виновным в убийстве родного брата. Трагедия произошла вечером 20 марта 2018 года в селе Новая Пшенево Ковылкинского района. В гости к осужденному пришел его 45-летний родственник. В результате конфликта на почве выпитого спиртного мужчина выстрелил своего брата и отправился спать. А потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. Утром мужчина пришел к родителям и рассказал о случившемся. Приговор суда в законную силу пока не вступил. За незаконное хранение наркотиков Ленинский суд Саранска вынес приговор 39-летнему мужчине. Следствием было установлено, что в октябре минувшего года у обочины дороги мужчина нашел три засохших куста конопли и собрал листья с данного растения и привез домой. Через несколько месяцев мужчина привлек внимание сотрудников полиции. При личном досмотре правоохранители обнаружили у него 32 грамма наркотика. Свою вину он полностью признал. Теперь он проведет два года и четыре месяца в колонии общего режима. Лето, пора отпусков. Многие предпочитают поехать отдыхать за границу. А для этого всем жителям Российской Федерации необходим заграничный паспорт, получить который стало намного проще. Управление по вопросам миграции МВД по республике Мордовия напоминает, что получить документ теперь можно не только в УВМ регионального МВД, но и в иных подразделениях ведомства. В частности, в отделении по вопросам миграции отдела МВД по Зубово-Полянскому району, миграционном пункте межмуниципального отдела МВД РФ Ковылкинский, а также в отделе по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД РФ Чамзинский. Получить государственную услугу можно заполнив заявление в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо пройти несложную процедуру регистрации на сайте госуслуги.ру. После регистрации вы можете получить возможность сэкономить время на подачу заявления, а также 30-процентную скидку при оплате государственной пошлины через портал. Подробнее ознакомиться с данной услугой вы можете на официальном сайте МВД по республике Мордовия. 9 июля министр внутренних дел по республике Мордовия Юрий Арсентьев представил личному составу межмуниципального отдела МВД России Лямберский нового руководителя. Эту должность занял подполковник полиции Владимир Ежов. На мероприятии присутствовали руководители правоохранительного блока и администрации муниципального района, члены общественного совета и ветеранской организации. Владимир Ежов ранее занимал должность заместителя начальника управления УГИ БДД МВД по республике Мордовия и зарекомендовал себя как грамотный и ответственный управленец. Также Юрий Арсентьев выразил уверенность, что с приходом нового руководителя коллектива отдел станет еще сплоченней и активней. В свою очередь Владимир Ежов выразил искреннюю благодарность руководству ведомства за оказанное ему доверие. В ходе мероприятия почетными грамотами и благодарностями были награждены отличившиеся в служебной деятельности сотрудники, а также была проверена работа дежурной части, осмотрены рабочие помещения отдела. Сотрудники исправительной колонии номер 17 республиканского УФСИН пресекли две попытки передачи запрещенных предметов осужденным. Так, при досмотре личных вещей у жительницы Москвы, которая прибыла на свидание к осужденному к 11 годам лишения свободы, были обнаружены две купюры по 1 тысячу рублей каждая. Женщина спрятала деньги в обложке для водительских прав. А для осужденного к 12 годам лишения свободы прислали баллончик со средством от комаров, в котором оказалась жидкость с запахом алкоголя. Все запрещенные вещи были изъяты сотрудниками ведомства. По традиции, выпуск завершает наша постоянная рубрика «Внимание! Розыск». По подозрению в совершении мошенничества полиция Саранская разыскивает Федянова Сергея Владимировича, 1986 года рождения. Вот его приметы. На вид 30-35 лет, плотного телосложения, рост 180 см, лицо круглое, волосы темные, стрижка короткая. Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефону. К этому часу все. Больше новостей на нашем сайте ntm13.ru. Будьте в курсе самых последних событий. Я благодарю вас за внимание и оставайтесь на НТМ. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!